МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Бобруйске стартовала Масленичная неделя. Это праздник всеми любимый. Где развернутся гуляния. А также кадровый понедельник, оздоровление в синей окой и ключевой индикатор. Золотовалютные резервы Беларуси вернулись к росту, о чем говорят цифры. Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений. Президент назначил нового зампреда, Миноблсполкома, а также председателей Карелического и Березинского райисполкома. Кроме того, глава государства провел кадровые реформы на таких крупных предприятиях республики, как БелАЗ, Атлант и Белспецвнежтехника. Глава государства отметил, легко не будет. Я иногда думаю, смотрю телевизионные некоторые передачи, молодцы журналисты поднимают актуальные вопросы, изучаю некоторые вещи, обзорник готовит, интернетовский и прочее. Наши люди требуют порой от власти то, что власть делать не должна. Ну, такие люди, такой народ и другого у нас не будет. Это понятно. Просто надо людям понимать, а вы должны до них донести, что мы непростое время живем. И дело не только в санкциях, хотя и в них тоже. Нас душат со всех сторон. И душат прилично. И то, что наши люди это не почувствовали, это заслуга в том числе власти. И людям надо рассказывать и объяснять, что то, что они должны сделать, они должны делать. За них никто не сделает. То, что власть должна сделать, это другое дело. Отдельно обсуждение коснулось белорусских дорог. Президент подчеркнул, к 9 мая все асфальтовые артерии в стране должны быть восстановлены. Особое внимание глава государства акцентировал на качестве работ при ремонте. Должен быть результат спрос с исполнительной. Биржа обмана жительницы областного центра стала жертвой мошенников. Внимание 36-летней могилевчанки привлекло объявление в одной из соцсетей о возможности быстрого и легкого заработка. Женщина перешла по ссылке рекламы биржевых инвестиций и оставила там заявку. Вскоре с ней связался неизвестный, который представился сотрудником организации. Для дальнейшего сотрудничества потребовал осуществить несколько денежных переводов. Когда вывести деньги на свой счет, она так и не смогла. Заподозрив, что стала жертвой обмана, она обратилась в милицию. Общая сумма перечисленных мошеннику средств около 1700 рублей. Доступные кредиты, качественное оздоровление и космические перспективы. Запуск корабля «Союз МС-25» с Байконура намечено 21 марта. Кто в ожидании старта? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Золотовалютные резервы Беларуси вернулись к росту. На начало марта международные активы страны – 8 миллиардов 218 миллионов долларов. В эквиваленте на 2 миллиарда выше порогового значения. Золотовалютный резерв – ключевой индикатор финансовой стабильности любой страны. Он определяет способность государства погашать долговые обязательства. Фактически, это материальные активы, с помощью которых правительство регулирует котировки валют и некоторые другие экономические параметры. Кредиты на новые легковушки становятся более доступными для населения. Это один из факторов, благодаря которому растут объемы продаж на авторынке страны. Период спада успешно преодолен и сейчас находится на этапе роста. В феврале дилеры реализовали 2474 новых легковых авто. Почти 60% из них бренд «Джили» – отечественной сборки. Кроме того, в минувшем месяце было продано 22 единицы легкого коммерческого транспорта. Более 230 тысяч иностранцев пройдут лечение и оздоровление в санаториях Белоруссии в этом году. География пользователей «Здравниц Синёкой» должна насчитать порядка 60 стран. Традиционно большинство гостей прибудут из России. Это 92% от всего количества. Большой интерес наблюдается у жителей Прибалтики. Повышается спрос среди граждан Азербайджана. Цель белорусских здравниц – выход на уровень 2019-го. Тогда за оздоровлением в республику приехало более 240 тысяч человек. Основные дублирующие экипажи космического корабля «Союз МС-25», в составе которого наши соотечественницы Марина Василевская и Анастасия Ялинкова прибыли на Байконур. Через несколько недель одна из них увидит Землю в иллюминаторе и впишет новую страницу в космическую историю суверенной Беларуси. Месяцы тренировок, перегрузки, медицинские тесты, выпускные экзамены на 5 баллов. Они выложились по полным. И когда до орбиты остаётся буквально несколько шагов, ответственность в прямом смысле слова – космическая. Банковский процессинговый центр уведомил пользователей о возможных трудностях в работе банковских карт. Так, 12 марта с 2 до 4 ночи будет проведена модернизация одного из комплексов. По причине технологических процедур на аппаратно-программном комплексе сложности с безналичным расчётом могут возникнуть в ночное время с 3.20 до 4.00. 16 марта за оказанные неудобства организация приносит свои извинения. Предельная внимательность. В Беларуси активизировались клещи. Весна не только прекрасная пора года, но и опасная. С приходом тепла просыпаются одни из самых коварных паразитов – клещи. Только в прошлом году в Бобруйске от укусов пострадали 616 человек. Из них – 212 дети. Показатель почти в два раза больше, чем в 2022-м. Эксодовые клещи являются источником серьёзных заболеваний. Таких как лаймбриллиоз, клещевой энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз, рикетсиозы и другие. Клещи могут быть заражены одновременно двумя-тремя возбудителями. В последние годы отмечается рост клещевых инфекций. Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо соблюдать меры предосторожности. Использовать репелленты, надевать одежду светлых тонов, которая максимально закрывает тело и периодически осматривать себя во время прогулки. В случае обнаружения клеща нужно как можно скорее обратиться в ближайшее медучреждение. Море впечатлений. В сочинском Сириусе завершился Международный фестиваль молодёжи. Событие оставило яркий след в жизни каждого участника. С представителями от Бобруйска пообщался Роман Костюков. На Международном фестивале молодёжи среди 190 делегаций со всего мира в Белоруссии. Вместе с представителями Могилёвской области на берегу Чёрного моря побывал и корреспондент в Бобруйск Медиа Виктор Чабан. Всем привет из города Сочи. Кажется, эти семь дней запомнятся ребятам на всю жизнь. Гости участвовали в мастер-классах, дискуссиях, панальных сессиях и тренировках. Наслаждались выступлениями лучших творческих коллективов. А по вечерам проводили время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами. Проживание организовано на высшем уровне. С особым гостеприимством на территории Сириуса молодых людей встречали 300 экскурсоводов и 5000 волонтёров. Главная задумка организаторов – предоставить участникам свободу действий и передвижений. Например, фудкорт-зона разнообразна блюдами на любой вкус и предпочтение. Вот такой сегодня у меня обед. Ну а самое умиляющее – символ фестиваля – Чебурашка. Легендарный персонаж представлен в самых разных образах с определенным символизмом. Хромированный ушастик отвечал за судьбу мира, а в тюбитейке и с балалайкой – за национальные традиции. Самым запоминающимся событием для меня стала церемония открытия, в основу которой легла история любви пары Андрея и Аделины, которая завершилась успехом. На фестивале, на этой церемонии также было очень интересно смотреть световое шоу, музыкальное сопровождение. И особенно в этот момент запомнилось то, когда все народы стран мира взялись вместе за руки. Каждый участник не только зарядился позитивной энергетикой, но и нашел новых друзей. Культурный обмен между представителями почти 190 стран лучше всего описывает всемирность фестиваля. Хеллоу, Беларусь! Хеллоу, Беларусь! В Сириусе я общался с различными представителями стран мира. Особенно мне запомнилась встреча с индонезийцем. Мы общались на английском языке. И во время нашей встречи мы обменялись с сувенирами. Я ему подарил символ нашего города Бобра Самойвича, магнитики, наши сладости красного пищевика. А он мне – значок своей прекрасной страны. Фестиваль такого уровня – не просто событие. Для большинства молодых людей это возможность завести новое знакомство, приобрести полезные навыки и просто хорошо провести время. Успешный опыт кооперации подтверждает – будущее за молодежью. Роман Костюков, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Блинный пир. Масленичная неделя началась в стране. Праздничный хоровод соберет бобруйчан 17 марта в городском парке культуры и отдыха с 12 дня до 9 вечера. В программе театрализовано концертные выступления, творческих коллективов, традиционные снятия петуха со столба, выставки и продажи работ мастеров декоративно-прикладного искусства. Аллея развлечений и спортивные состязания. Ежегодно этот праздник у нас проводится. Это праздник всеми любимый. И приходит очень много людей. Все очень любят народные забавы, стол с петухом. Очень много всегда желающих заявляется на участие в этом конкурсе. Приглашаем всех жителей и гостей нашего города отметить этот праздник вместе с нами в нашем городском парке и хорошо провести время всей семьей. Приходите все, будет интересно. Блинные лакомства с начинкой на любой вкус. Главное – угощение. Уже в эти выходные за ними выстроятся очереди. Долгожданное событие – сжигание чучела зимы. По поверью, огонь заберет плохое прошлых лет и подарит богатый урожай в новом. В этом году бобручане также смогут прокатиться на аттракционах, которые начнут работу с 11. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!